пойдем дальше нормально 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 может быть этого момента как бы я не говорю что вы избраны но все что говорил выше это касается истины касается науки и вот я еще предупреждал и сам вот она возвращается с этого с московской конференция международная я еще говорил не дай бог про это сказать не дай бог еще предупреждал ее она говорит я аккуратненько я только начал вякой лосинковец 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 это шаманами обозвал крупнейшие он на том свете крупнейший ученый советского союза нас одинком обозвал с шаманами ладно в частной беседе с трибуны с трибуны съезда садоводов россии и даже не россии снг вот когда на шаманами обозвали лосинков еще подошел к этому к одному из организаторов и говорит остановить его на трибуне что творит-то что он мерит железо шаман вот такое было вот это вот знаете за дерево я вот только фотографию мне прислали я использую чтобы показать как деревья прижимаются к земле смотрите вот их не надо специальную форму делать потому что сделаешь вертикальная она дашь боковые побеги сделаешь этим с наклоном она выбросит вертикально я про это толдычу толдычу я каждый раз стараюсь подобрать другие фотографии потому что состав постепенно меняется знаете как меняется не два назад звонок так мне чек задал вопрос обычно просят там не ладила что-то плохо росло вот его отлично я как раз эту тему подготовил для следующего вебинара понедельник будете смотреть на это все он мне ответил русского так вы знаете я долго очень смотрел ваш вебинар я много уже узнал но я перестал смотреть потому что я не могу увидеть как вы надрываете свое сердце вот что ему ответил сказать ему сказал так если бы я вот так бы не беседу если под я все это бы не доказывал я году на свете не было молчать и видя как издеваются над всем садоводством мало того что травить весь мир фрукты давайте мы травить вот так вот друзья поэтому я просто использую фотографии которых еще не видели итак запас прочности видите как сейчас училась а нет ниже пока расскажу пока видите просто вот эту форму да наверное такие деревья очень трудно сломать но мне пока я ниже расскажу что к чему а пока вот этот вот видите как я я учиться готов вот к этому парню я готов эти учить в ученики не учителя вот просто и вот смотрите здорово до внушает доверие друзья на связи макс прожил в городке возле шанхая учился университете но наши раньше он про меня не знает и никогда не узнает пришлось выехать с китая продолжаю рассказать о поднебесном это очень важно вас всех касается вот некоторые из вас по гектару взяли по 10 по 100 отдельно случае по 1000 и так семидесятилетний гоу джиньцян конечно он я могу только позавидовать я на это не способен значит он короче собрал народ и сделали большую 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 сад так я сейчас коротко сокращаю вот исследование провел ну я считайте тоже правил исследования да хотя у них там это самое какие культуры будут платор местный климат под прекрасно подходил под вращение груши вспоминаем кстати мы про груши очень ценный глубоко уходящий почву стержневой корень так нет вот форма кроны не нуждающая никаких улучшениях так вот еще много плюсов но мы пройдем плюс столько раз говорить а вот это вот китай так вот они продают сколько и как но опять прочитаете модели вторая модель подошла более самостоятельным жителям мотаем на ус они врачи двор своими силами после чего крупная партия сбывает компании дальше уже дошло 13 гектар до 500 гектар 3000 тонн груш вот на этом действительно они избавились от бедности реально это у нас наверное нет вот воровство пьянки в общем хреново наши дела но тем не менее я должен этот опыт как бы продемонстрировать вот его груши кстати это груши я подумал что яблоки что ли листья то грушовые интересные груши да смотрите какие груши если грушовые но все таки правда груши я пошли в прошлом году я ходил по рынку сделать эту фотографию великолепная груша сочащая вот толгарская красавица кстати называется вот еще я обнаружил груши вот одна из них лада другая лада подобная тоже прекрасно и я обнаружил несколько ветер это был самый момент это была осень груш сварок где-то фотографии есть но они уже не такие вкусные они самая морозокия но не бывает ничего идеального вот и тогда я сказал себе предложу вам то же самое но во первых вы понимаете я наверное я вам ни разу не рассказал случай который я привел обнаружил в иностранном журнале на русском переводе я по-английски знаю два слова кажется не даже забыл даже эти два слова так вот очень интересный рассказ значит это сразу упреждаю в этом учеба если я вспомнил то что я 20 лет назад печатал в газете то и вам не помешаю вспоминайте это выйдет меня не слышали и так америка почему эти у меня вот это обе груши живые только одна цветет а другая еще только не думай так то есть это цветет это за цветет вот видите как я тогда вспомнил эту самую историю рассказал какой-то журнал так переводе на русский и я запомнил и такие вещи не забываю и так 50 гектар это оказался свадебный подарок когда нет не подарок преданно преданно 50 гектар из свежепосаженный сад преданная дочери которая выходила замуж отец крупный миллионер через несколько лет дикий страшный скандал я купил зато продавил весь сад все 50 гектар вы представляете какой объем площадь цветет а урожая нет вообще а было это примерно середина 19 века то есть сейчас про перекрест опыление знает чуть ли не школьники хотя к сожалению вряд ли это так в общем я преувеличил но кто-то слышал так вот запахло скандалом выписывает из крупнейшего университета специалиста а уровень тогда и был такой что сам профессор тоже ходит по саду и не черта понять не может груши цветут кого ранит интересная история вот я ее двух разных местах читал и немножко по-разному фамилии были разные тогда я подумал может это легенда но очень полезная легенда хотя скорее все так и было трудно придумать такое фамилии назывались и вот дали им конце сада куда он уже забрел почти случайно без всякой надежды понять что что творится и почему они бесплатно цветут он увидел пять груш всего пять деревьев которые были усыпаны плодами и сгибались под урожаем вот тогда и пришло впервые якобы впервые в науке появилось понятие перекрестное пыление и тогда что стало на место ну что там я не знаю что было дальше главное нашел причину а дальше ну наверное где-то среди 50 гитаров каждый 2 3 5 10 дерево те же груши посадили другие сорта вряд ли они делали скелетные прививки вот или в один из вариантов я специально под этот рассказ это самая племенница дашка держит руке букет сварога а сварог имеет кровь вот этих к этому сурицкая груша 40 имеет кровь то есть вот они другую что если полет об этом пришла осень и тимоша собрал разверил меня на 900 рублей потому что ему нужны были деньги с кого-то собери все груши он собрал девять ведер и когда было больше но не уже были травой покрытую на девять ведер он собрал вот это небольшой груш вот это есть то самое что им хотел сказать теперь обогатив что такими знаниями имея вот такой подвой который прекрасно будет жить там где нету сильных страшных дождей сырости это в той половине стороны где это а еще из пол стороны где наоборот муси засухи чихать хотела эта груша уссурийска как подвой у него корень на 10 метров вниз уйдет найдет даже поливать не надо и вот тогда получается мы тоже он этот человек он пошел понимаете ему нужно быстро и выстроить целую систему задействовать это вот значит он консультировался он устраивал эти он все продумал и вот его успех 3000 тонн накормил всех этих крестьян которых там было 200 человек теперь фактически для того чтобы создавать такие сады именно груш у нас есть а я когда раз меня звонят ребята из европейской россии и говорят сибирь не так у нас очень жесткий климат сами знаете там северо-западной неизменность едешь ужас приходишь как это сама еду я поезде в москву на эту самую свою эту семинар проводить кстати триумфальный семинар не такие уж вы это сибиряки лапатная триумфальный семинар это сама из алексеевич гребри паска по это вы один из участников против подтвердить так вот еду что такое северо-западная низменность западно-сибирская низменность кругом озера чера среди этот самый лес я тебе кстати лишнего не говорю просто я замечаю точно никто не замечает сейчас убедитесь едем стоит белость белостенная роща красивейшая вот понимаете красивейшая а кругом пятна озер и рядом муж женой в окно какая красота я говорю приглядитесь вся березовая роща мертвая это значит что видимо она пока росла все было нормально или уровень подняли на метр два озер так бывает и она вся умерла вот видите как но я преклоняюсь перед таким вот людьми перед такими он же добился успеха как этот мальчишка он же он же не дурак три года и университета он же не за посмотрите эти умные глаза их нам бы нашему команду такого как там таких не хватает а вот не дай бог классическое образование он же явно что он белок или в этом или ну то есть в эту сторону учится думает агро и вот это толковую статью написал понимаете и вот что я говорю у нас достаточно мест даже здесь вот и где рекалин живет и где я живу да то есть и где мы красный хутор там несколько тысяч гектар великолепнейшей земли которые в лучшем случае раньше была пахотная потом использовали под покос а сейчас все зарастает созданы чего не хватает там не хватает там нет ни одного нашего человека ну вот скажите что я сейчас ерунду говорю пусть будет это знаете был такой голованов журналист мы его зачитывались журналы были наука и жизнь а техника молодежи вспоминайте там религия и наука вот вот он его запомнил голова надо талантливший журналист он рассказывал о науке он не писал эти формулы бесконечно о науке и мы читали и мы рвались музы а другой был еще круче я уже старее фамилию забываю главный редактор журнала техника молодежи помните еще это программа это вы можете как-то так называлась он то был среди участников это был момент когда еще телевидение делом занималась не вот этим вот сплетнями кто с кем переспал а именно делом показывали уникальное изобретение почему некоторые были настолько просты чтобы потом все это украли японцы стали миллионерами а нам только показали и все на этом так вот вот я забыл вам фамилию помнишь усах немолодой такое худощавый жалко вот эти двое голованов и вот это главный редактор это такие люди были кстати наши современников к ним только можно присоединить как сказать поставить на одну доску ребрика который умудрялся и меня печатать и критику железово ведь это все единственный журнал который это да еще так здорово получилось ну я про эту самую что деревья культурные получились это самое раньше людей что они изначально были культурные и тут же тронуа поддерживает биолог умнейший мужик фамилию запомнил тронуа так и тут же дама фамилию не запомнил да и зачем железов несет дичь но ведь это надо было я даже не обижался на это глаза напечатали я успел прокукарекать вот видите как здорово и вот сейчас то чем я занимаюсь когда ты меня уже через запятую будет там голованов железов там это ребрик вот так вот будет потому что когда-то мы войдем в историю вот в таком тоне я вам целый час рассказывал ровно час узнали что-то от меня да конечно же это два ведра на все на весь базар а знаете почему два а вы знаете какие урожаи были 10-20 лет назад груши были проще это уже моя работа там еще две-три фамилии тотара филиппе этот самый воднар вот жестовские вот чуть ли не все перечислил а благодаря нам их тысячи росло этих деревьев я продал сотни две на место маленький тот продал раньше мне начал может быть полтысячи еще кто-то 300 продал и они все плодоносили и рынок был забит помните был момент когда писал чуть ли не с ужасом ведро картошки стоило дороже ведра абрикосы в абрикосы выраженный борт продать и подралась недолго а потом все было уничтожено и что мы сейчас будем с вами делать друзья я пойду на кухню этот ну с крушим я вас убедил надеюсь и а потом будет обычная жизнь самый обычный то было как надо теперь как не надо вот я подогрев чай это займет две-три минуты а дальше учеба 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 мечтать не вредно по-другому не умею а кстати антон валерьевич я его приводил скажу например ладно не буду отвлекать